Мы сейчас находимся в театре оперы и балета. Как было уже неоднократно заявлено, занятия в шоу-театре будут проводиться на самых разных площадках города, так что будут самые разные пространства театральные задействованы. Сейчас, как я уже сказала, мы находимся в театре оперы и балета. И за этой дверью здесь располагается балетный класс театра. И за этой дверью ведет занятие главный балетмейстер Александр Летягин. Немножечко, совсем капельку, ознакомить вас с разами классического балета. И мы немножечко перейдем на историю пятовой танца. С этого мы начнем. Сегодня у вас с одной стороны тяжелейшая задача, с другой стороны очень сложно. Вы видите, где вы находились. Я еще раз повторяю. Каждый позже день артисты болеют. Как примут балерины, так и балетные артисты. Приходят сюда две часа, потом становятся к Станбулу. И целый час делают свой экзерсис. Целый час по определенной методике. Эта методика, она состанавливалась 300 лет назад. Сейчас она называется русской методикой, да. Остановился балет Агрифилит Ямином Вагановой. Вы знаете, да, школу в Санкт-Петербурге Вагановой. Вот в этой методике мы каждый день учимся, учимся, учимся. И по 7 часов, и по 8 часов. Вот стоим у Станбулу, и стоим на середине в этом зале. Прыгаем, танцуем. Танцуем так, как требует от нас педагог репетитора, так, как требуют от нас педагоги. И выполняем, собственно говоря, их задания, но по канонам классического танца. Продолжение следует... А это уже другой танц-класс. И здесь занятие сценическим движением. Ведет Алексей Митсура. Водение назад. Техника проста. Значит, мы делаем шаг назад с правой ноги или слева. Если вы прообшали, давайте осваивали. Шаг назад. Дальше присаживайте с пистолетиком на опорную ногу. Таким образом, чтобы ягодица, смотрите, чтобы ягодица висела в воздухе. Видите? Если вам сложно, выкиньте руки вперед, чтобы держать баланс. Дальше. Элегантным движением тазоведренного сустава. Мы касаемся пола. То есть не падаем туда. А делаем вот такое движение. Раз. И коснулись пола. А дальше вы уже знаете, что делать. Мы по левому боку аккуратненько прокатываемся назад, выпрямляя правую ногу. И оказались на полу. Дальше. 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 я не представила. Естественно, я хочу вас спросить ваше отношение к этому проекту и чего вы хотите добиться от этих ребят? Они получат часть профессии актерской. Сценическое движение – это одна из составляющих русско-актерской школы. То есть вот я ребятам говорю, что русско-актерская школа стоит там из трех таких вот китов. Это мастерство актера, сценическая речь, сценическое движение. То есть это разные педагоги этих направлений, они все как бы занимаются по сути театром. Просто разными путями двигаются. Мы через тело, через внешнюю технику. И отношение к этому проекту? Это очень интересный проект. Я рад, что он как бы есть, что я в нем есть. Это очень здорово. Популяризация театра. Одна группа занималась сценическим движением, другая – хореография. Сейчас происходит смена групп. И вы знаете, я посмотрела на ребят и увидела здесь знакомые лица. Вот один из этих молодых людей. Я вас видела на фестивале в Никольском совсем недавно. Вы там стали лучшим актером фестиваля. Да, давайте знакомиться ближе. И еще раз давайте знакомиться. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Дима. И вот я здесь, в общем. Дима, ваша история какова? Вот, насколько я понимаю, вы учитесь в технологическом университете, да? Да, да. Оттуда началось очень… Там даже, можно сказать, то, что там получил какую-то агитацию к театру. То есть началось все с актива, сцена, актив. Потом у нас открылся народный театр. И вот оттуда уже тоже подчеркнуло много интересного. И в итоге захотелось развиваться в этом ремесле как-то. И вот увидел кастинг, пришел. Повезло, прошел. Значит, увидели преподавателей. И вот как-то захотелось заниматься более плотно этим. Ну, сценическим движением вы впервые занимаетесь? Да, да. И могу сказать, это прям трудно, колоссальный труд. Понимаю, что актерское ремесло – это все-таки непростые вещи. Можно сказать, что вот здесь немножечко исполняется ваша мечта? Да, абсолютно, да. И я пришел именно за этим, на самом деле, чтобы получить какой-то опыт, чтобы это была уже еще одной ступенькой к исполнению той самой мечты. Александр, ну, с началом проекта я вас поздравляю. Вы сегодня увидели своих учеников и даже провели часть занятия с одной группой. Вот сейчас вторая группа вас ожидает. Ваши впечатления от ребят? Горящие, огромные глаза, которые хотят усваивать информацию, хотят ловить новые эмоции, хотят понимать тот материал, который в них хочет вложить педагог. Поэтому только счастье, только удовольствие и желание работать дальше. И я так понимаю, что ваше желание работать дальше тоже не иссякло. У вас как-то эти их глаза, горящие, передались и вам. У вас хорошее настроение, насколько я понимаю. Огромное количество планов, которые хочется осуществить и вложить в этих ребят. Очень хорошее рабочее настроение, и ребята мне помогают. Поэтому это здорово. Александр, ну что ж, мы вас оставляем. Я думаю, что через какое-то время мы сюда вернемся и посмотрим, что произойдет с ребятами. Как вы думаете, вот какое время должно пройти, чтобы вы уже понимали, что-то с ними происходит или нет? Я думаю, что даже в течение первого месяца мы уже увидим хоть какой-то маленький, но результат. Причем в лучшую сторону. Поэтому мы будем работать. Игорь, ну что ж, завершается первый день занятий у ребят, которые занимаются в шоу-театре. Как вы оцениваете этот первый день? Все ли прошло по плану? Я думаю, что их дыхание, их взгляды говорят больше, чем я. Потому что у них отдышка, в глазах счастье. Они делают то, что, наверное, хотели и мечтали делать давным-давно. Для меня это маленькая, но победа. Потому что мы предоставили им то, что они хотели и даже не ожидали, наверное. Для нас это победа, потому что мы осуществили задуманное.